Здравствуйте! Сегодня среда, 15 мая. В эфире новоуральской вещательной кампании информационная программа «Объектив». В студии Кирилл Пантелеев я и мои коллеги расскажем вам о последних событиях. Коротко о главных темах выпуска. В Средловской области снова разрешены массовые развлекательные мероприятия. Отменены ограничения, введенные после теракта в Кроку-Сити-Холли в Подмосковье 22 марта. На перекрестке улицы Победы возле Стеллы временно будет изменено круговое движение с 15 мая. Свыше 200 тысяч уральских школьников отдохнут в оздоровительных лагерях и санаториях летом этого года. Загородный детский оздоровительный лагерь «Самоцветы» также готов к летней оздоровительной кампании. Приехали на практику и захотели остаться. Студенты Красноуфимского колледжа планируют работать в садиках Новоуральска. В Свердловской области вновь разрешено проведение массовых развлекательных мероприятий, которые были ограничены после теракта в подмосковном Кроку-Сити-Холле 22 марта. Об этом говорится в распоряжении губернатора Свердловской области, опубликованном на официальном портале правовой информации региона. После трагедии в Подмосковье были приняты значительные меры по обеспечению безопасности на мероприятиях с участием большого количества людей на общественных местах. В рамках дополнительных безопасных мер было принято решение об отмене культурных мероприятий, включая массовые уличные фестивали и ярмарки. Также было увеличено количество патрулирования общественных мест и объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения безопасности граждан. Правоохранительные органы провели проверки мест проведения мероприятий с целью убедиться в соблюдении требований по антитеррористической защищенности. После всех принятых мер и анализа ситуации вице-губернатора Олег Чемизов подписал новое распоряжение о снятии всех ранее действовавших ограничениях. Это решение позволит восстановить обычный ритм культурной жизни и мероприятий в регионе после временного периода повышенной осторожности. Снятие ограничений на проведение массовых мероприятий в Новоуральске открывает новые перспективы для культурной жизни и мероприятий в городе, особенно в свете празднования двух значимых юбилеев – 70-летия Новоуральска и 75-летия Уральского электрохимического комбината. Празднование таких важных событий представляет собой не только повод для торжества, но и шанс для горожан и гостей познакомиться с историей и достижениями города и предприятия. Проведение массовых мероприятий, фестивалей, концертов и других культурных программ может стать ярким и запоминающимся акцентом в юбилейных мероприятиях города. На прошлой неделе прошло заседание общественной комиссии, посвященной созданию комфортной городской среды. Изначально планировалось провести его на выезде, чтобы участники могли самостоятельно оценить определенные аспекты городской инфраструктуры. Однако из-за неблагоприятных погодных условий решено было сделать заседание в администрации города. На повестке дня были поставлены два вопроса. Во-первых, требовалось обсудить текущую ситуацию по строительству и благоустройству аллеи трудовой славы. К сожалению, из-за неблагоприятных погодных условий не удалось осуществить выезд на объект и проверить прогресс работы. Однако, ожидается, что в ближайшее время погода стабилизируется и будет возможность провести выездное заседание для оценки текущего состояния дел. Напомним, что контракт на проведение благоустройства данной территории был заключен в прошлом году. И согласно срокам, все работы должны быть завершены к сентябрю 2024 года. Вторым вопросом являлось подведение итогов голосования по определению приоритетного объекта для дальнейшего благоустройства. В этом году новоуральцы выбирали из двух территорий, а именно между эспланадой в привокзальном районе и аллеей рабочей молодежи. На сегодня мы имеем цифру проголосовавших на Уральском городском округе 21 071 голос. Это очень много для голосования. Это рекорд у нас. Значит, разделение по объектам голосования у нас такое 66% от этой цифры, которую я назвал, проголосовали за благоустройство эспланады. На сегодня мы понимаем, что за проект впереди у нас. Мы его оцениваем порядка в 260 миллионов рублей, поэтому реализация таких объемных, значит, проектов в один год, ну, это очень рискованно. Поэтому сегодня уже смотрим и понимаем, что необходимо делить данный проект на три этапа. Надо отметить, что волонтерское движение активно участвовало в процессе голосования по выбору территории для благоустройства. Эти преданные и самоотверженные люди добровольно участвовали в организации проведения голосования, чтобы обеспечить честный и прозрачный процесс определения первоочередного объекта благоустройства. И все-таки те результаты, которые нам были поставлены, перевыполнили на 4%, 104%. И столько благодаря именно волонтерскому движению. За это мы их не только благодарим устно, от нашей комиссии уйдет рекомендация главе поощрить наградами волонтеров, которые набрали, ну, скажем так, количественные данные есть даже, да, каждый ввел свою статистику. Например, самый лучший волонтер у нас набрал около 310 голосов. Общественная комиссия играет ключевую роль в формировании комфортной городской среды. Ее работа способствует взаимодействию и сотрудничеству между жителями города и городскими властями. Обеспечивает учет мнений и потребностей общества, а также контроль за реализацией проектов. Благодаря усилиям комиссии наш город становится более привлекательным и комфортным местом для жизни и работы всех его жителей. В продолжении темы благоустройства. На перекрестке улицы Победы возле Стеллы временно будет изменено круговое движение с 15 мая. Из-за запланированного ремонта магистрального трубопровода холодного водоснабжения. Эти работы требуют частичного перекрытия движения с целью обеспечения безопасности и проведения необходимых технических мероприятий. Подробности в сюжете Антона Сапогова. На этом перекрестке всегда оживленное движение. Через него многие горожане ездят на работу и в сторону вокзала. С 15 мая движение здесь частично закроют на время ремонта водопровода. Ремонтировать будут участки возле полукруглого дома по улице Победы-2 и напротив заправочной станции Формула-1. Поскольку труба идет под проезжей частью, в планах строительства перекрытие двух выездов с кругового движения в сторону улицы Автозаводской и в сторону шестой промплощадки. При этом само движение транспорта вокруг Стеллы перекрываться не будет. Заказчиком работ по ремонту инженерных сетей выступает Управление капитального строительства. Работы будут производиться комплексно. Сначала ремонтируют водопроводы, теплосети и другие подземные коммуникации. И уже затем укладывают асфальт, разбивают клумбы и газоны. Технология укладки трубопровода будет бестраншейной. При таком способе дорога остается нетронутой. Здесь будут котлованы, выкопаны только в местах установки машины протяжки. С одной стороны, из-за заведения трубопровода, с другой стороны, приемный и рабочий котлован называется. И в углах поворотов водопровода тоже будут котлованы. Поэтому здесь не полностью скрыта поверхность будет всего водопровода, а только места, где мы будем технику устанавливать и заводить трубопровод. Поэтому само круговое движение по нашим планам остается пока нетронутым. С помощью специальной техники, новую полиэтиленовую трубу, строители продевают сквозь старую железную. И нет необходимости рыть траншею на всем строительном участке. Работы таким способом ведутся быстрее и обходятся дешевле, а качество получается выше. Сроки окончания ремонта запланированы на середину июня, вне зависимости от погодных условий. Антон Сапогов, Михаил Карелин, Новоуральская обещательная компания. Свыше 200 тысяч уральских школьников отдохнут в оздоровительных лагерях и санаториях летом этого года. На эти цели по решению Евгения Куйвышева из областного бюджета выделено более 3 миллиардов рублей, сообщили в Департаменте информационной политики региона. Всего в 2024 году разными видами организационного отдыха будут охвачены более 400 тысяч ребят. Как отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Бектуганов, цитирую, все ремонтные работы и подготовительные мероприятия, в том числе связанные с обеспечением безопасности, в детских лагерях планируется завершить не позднее 25 мая. Отмечу, что родители, самостоятельно купившие путевки, могут обратиться в органы соцзащиты для компенсации стоимости. Это касается и отдыха в частных детских лагерях, которые есть в областном реестре. Конец цитаты. А в Новоуральске образовательные учреждения и загородный детский оздоровительный лагерь «Самоцветы» активно готовятся к летнему сезону. Педагоги и сотрудники делают все возможное, чтобы дети, которые отправятся летом в лагерь, получили незабываемые каникулы. В учебных заведениях проводятся подготовительные мероприятия. Рассматриваются программы и развлечения для детей, чтобы гарантировать им интересное и безопасное время отдыха. «Самоцветы» также активно готовятся к приему детей, обеспечивая все необходимые условия для их комфортного пребывания и разнообразных активностей. Все эти условия направлены, чтобы летний отдых стал не только веселым и интересным, но и познавательным опытом для каждого ребенка. Подробности в сюжете Елены Мельниковой. Загородный детский оздоровительный лагерь «Самоцветы» – единственный лагерь в Новоуральском городском округе, готов принимать детей на летние смены. Здесь уже проведена корицидная обработка и генеральная уборка территории, в том числе в рамках Всероссийского субботника. Сформирован педагогический состав, пройдены антитеррористическая, противопожарная и санитарная проверки. 21 мая состоится окончательная приемка лагеря. В этом году детей ждет увлекательная программа «Город молодых» и посвящена она юбилеям Новоуральска и Уральского электрохимического комбината. Также юные новоуральцы смогут принять участие в создании экотропы на территории лагеря. Это стало возможным благодаря гранту топливной компании «ТВЭЛ». Мы разрабатываем маршруты, связанные с краеведением, с природными комплексами, там, где располагается наш лагерь, и с какими-то интересными фактами флоры и фауны. И, соответственно, этот маршрут будет с детьми разработан и, условно говоря, благоустроен. Со следующей недели начнется заключение договоров с родителями детей, которые отправятся на первую смену. Она стартует уже 4 июня. Традиционно ОХК и Центратех закупили путевки для детей своих сотрудников. Безусловно, особое внимание в городе уделяется и льготным категориям. Второй год, как и во всей стране, наверное, мы уделяем внимание детям из семей участников СВО. Они поедут. Два заезда будет на юг, в санатории, на море. 78 детей получат тоже туда бесплатные путевки. Это вот таким образом детки. Ну и для них особый слой получения путевки в загородный или городской лагерь. Если единожды выбирают, то это бесплатная путевка. «Мой город, моя семья». Под таким девизом пройдут летние каникулы в лагерях дневного пребывания. Каждое образовательное учреждение подготовит для ребят свою увлекательную программу. Ожидается, что в дневных лагерях отдохнут 1400 детей. Новинка этого года – педагогический отряд. 32 десятиклассника станут вожатыми для малышей. Особое внимание уделяется и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 70 ребят из этой категории отправятся в туристические походы. Также на все лето в городе будут организованы молодежные отряды. Подработать в них сможет большое количество юных новоуральцев – 435 подростков. У нас приоритет отдается также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Второй год подряд мы организовываем отряд главы. В этом году он будет состоять из 40 человек. И работу они будут проводить на общедоступных территориях, высаживая цветы, пропалывая, поливая, осуществляя уход за зелеными насаждениями. У юных новоуральцев есть еще одна возможность отдохнуть – санаторно-курортное лечение. Бесплатные путевки предоставляются детям от ФМБА России. Оздоровление ребят по этой линии ведется в течение всего года. На данный момент у нас уже больше 200 детей съездили за два квартала, еще 111 на подходе. И в четвертом квартале будут… Мы формируем группы, делаем заявки, получаем или не получаем подтверждение. Мы активно берем горящие путевки, если нам предлагают, и тоже группу детей направляем. Вот уже дважды горящие были путевки в этом году, и мы направляем детей. И с нами уже работает Кафминводы, тоже с удовольствием понимая, что Новоуральск все сделает как надо. Также летом в Новоуральске продолжат работу 9 клубов по месту жительства. Они будут открыты с понедельника по пятницу. Время работы – с 9 до 18 часов или с 9 до 20 часов. Это зависит от расписания и загруженности. Такими насыщенными обещают быть каникулы для юных новоуральцев. Ведь лето – прекрасная возможность для детей как следует отдохнуть и с новыми силами приступить к учебе в новом году. Елена Мельникова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания. Из Красноуфимского педагогического колледжа в Новоуральск. Шесть студентов этого учебного заведения проходили преддипломную практику в детских садах нашего города. Будущие воспитатели остались под большим впечатлением от системы образования Новоуральска. И в будущем захотели приехать сюда на постоянное место жительства. Трудиться в дошкольных учреждениях и воспитывать юных новоуральцев. Развитие темы в сюжете Анны Акрамовой. Эти фотографии останутся на долгую память у студентов Красноуфимского колледжа. Будущие педагоги работали с дошколятами разного возраста и очень привязались к своим подопечным. А дети души не чаяли в начинающих воспитателях. Среди практикантов – Камила Мирошникова. Она планирует переехать жить в Новоуральск со своим женихом. Он, кстати, по профессии медик. Такие кадры городу нужны. Оба любят свою профессию. В детском саду, когда я еще маленькая была, кем вы хотите стать? Я просто нарисовала воспитателя. И я сказала, что я всегда буду воспитателем. Это мое. Я люблю детей. У меня есть племянники. Я их вырастила. Студенты из Красноуфимска были месяц на практике в детских садах Новоуральска. О полученных знаниях, навыках, итогах, трудностях и радостях на стажировке говорили на встрече с руководством управления образованием. Для нас вы сегодня лучшие. Мы вас уже полюбили. Мы очень хотим, чтобы в августе на нашей августовской педагогической конференции вы все вышли на нашу сцену, а мы бы приветствовали вас, молодых специалистов. В Новоуральске действует комплексная программа по обеспечению кадрами. При поддержке администрации округа управлением образования было заключено соглашение о сотрудничестве с педагогическим колледжем Красноуфимска и выделена целевая субсидия из бюджета Новоуральского городского округа. Предварительно мы составили в рамках соглашения с Красноуфимским колледжем программу этой практики. Нашим условием было одно. Мы приглашаем в наш город только тех, кто хочет остаться здесь работать. Шесть практикантов Красноуфимского колледжа работали в 47-м, 22-м, 11-м детских садах Мадоу-Росток, Гармония-Росинка. Студенты обучаются на четвертом курсе и через месяц их ждет уже защита диплома. А заключительная практика в Новоуральске стала хорошей подготовкой к столь ответственному событию для каждого выпускника. Дети очень отзывчивые и я ощутила себя нужной. Поэтому профессию воспитателя я планирую себя реализовывать в дальнейшем. Завершилась встреча чаепитием. Сюрпризом стал торт, на котором была надпись «Новоуральск-Красноуфимск» и два сердца, символизирующие сотрудничество двух городов. Подводя итоги, все студенты сказали, что готовы переехать на постоянное место жительства в Новоуральск, как и их предшественники. Так, в прошлом году к нам в город приехали трое выпускников колледжа. Они устроились на работу в детские сады. А еще один выпускник в лицей 58. Анна Акрамова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. В нашем городе прошло мероприятие, посвященное Дню Победы, организованное Новоуральским обществом инвалидов. Встреча была наполнена теплотой и уважением героическому прошлому нашей страны и города. Подробнее в сюжете моей коллеги Марии Лотовой. Гостями мероприятия стали 40 ветеранов, которые своим неустанным трудом внесли неоценимый вклад в приближение победы. Это труженики тыла, дети войны, которые, несмотря на юный возраст, стали настоящими героями, восстанавливая страну из руин послевоенного времени. Герои делились своими воспоминаниями, историями о том, как они работали на благо страны, обеспечивая город всем необходимым. И, конечно, поздравляли друг друга с праздником. Такие встречи очень нужны, потому что мало осталось ветеранов, мало осталось тружеников тыла. Поколение уходит, но это нужно для того, чтобы новое поколение помнило и знало, что пережили наши деды и отцы. Для ветеранов был организован праздничный стол, за которым они могли поделиться своими воспоминаниями и историями. Атмосферу праздника дополняли выступления артистов Дома культуры Новоуральский, которые исполнили стихи и песни военных лет. Работали мы в колхозе во время войны с 10 лет. У нас была молодежная бригада, потому что некому было в то время работать. Остались одни женщины и дети. Мама работала от зари до зари. Приходила, падала пластом. Хочу поздравить всех новоуральцев с этим великим праздником и от себя лично, и от чернобыльцев, и от союза офицеров, ветеранов атомной энергетики и промышленности. Ну что, всем здоровья, всех благ, благополучия. И все равно мы победим. День Победы – это самый лучший праздник у нас в России. Самый лучший праздник. И вы посмотрите, сколько людей выходит на демонстрацию, на этот бессмертный полк. И вот, знаете, мы гордимся, что мы родились в России, живем в России и будем созидать нашу жизнь. Мы выражаем глубокую благодарность всем ветеранам, участникам тех далеких событий. Ваше мужество и стойкость, проявленные в годы Великой Отечественной войны, навсегда останутся в памяти поколений. Мы гордимся вашими подвигами и никогда не забудем вашего вклада в нашу общую победу. Спасибо вам за мирное небо над головой. Мария Лотова, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания. Уважаемые новоуральцы, а теперь мы расскажем о погоде на ближайшие дни. 16 мая температура воздуха днем будет плюс 12 градусов, а ночью плюс 5, по ощущениям плюс 3 градуса. Вероятность осадков составляет 35%. Скорость ветра 3 метра в секунду. Ветер юго-западный, магнитное поле спокойное. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. 17 мая температура воздуха днем будет плюс 14 градусов, а ночью плюс 6, по ощущениям плюс 4. Вероятность осадков составляет 30%. Скорость ветра 4 метра в секунду. Ветер западный, магнитное поле спокойное. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Это были все новости на сегодня. Увидимся с вами завтра, 16 мая. В 12.00 смотрите в эфире Новоуральской вещательной компании. Прямую трансляцию напрямую о главном. В гостях директор дорожно-коммунальной службы Антон Великеев. Он расскажет о дорожных ремонтах наступившего строительного сезона. Подключайтесь и задавайте свои вопросы в комментариях под постом прямой трансляции в социальные сети ВКонтакте или дозвонившись в студию по номеру телефона 9-88-08. У меня на этом все. Берегите себя и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин